У Армавира появилась возможность благоустроить городской парк. Начала работать федеральная программа, по которой можно получить деньги на масштабную реконструкцию. Градоначальник сказал, что этот шанс надо использовать, причем срочно. Президент в своем послании 5 декабря только озвучил, что эта программа будет работать с 17 по 20 год на территории Российской Федерации, 5 декабря. Мы с вами, как всегда, хотим первыми это сделать качественно, а не последними. Чтобы не упустить возможность, депутаты собрались на мне очередную сессию. Дело в том, что в связи с новыми планами необходимо внести изменения в бюджет. Для того, чтобы войти в программу по благоустройству парков, нужно сделать проектно-сметную документацию. На это требуется 395 тысяч рублей. Затраты оправданы. Потом получим 35 миллионов федерального и крового бюджета. Местный бюджет здесь задействован не будет, потому что по программе там идет чисто финансирование федерального и краевого бюджета. Помимо парка планируется благоустроить городские территории. Увеличивать доходную и расходную части бюджета для этого не требуется. Надо только перераспределить деньги. Для того, чтобы благоустраивать территории города и также войти в федеральную программу, необходимо увеличить средства на 3 миллиона 545 тысяч. Кроме того, также по развитию капитального ремонта и содержанию коммунальной инфраструктуры, средства увеличиваются на строительство и проектирование станции очистки воды в хуторе Первомайска на 500 тысяч. Недавно с помощью участия в региональной программе удалось капитально отремонтировать аварийный коллектор по улице Энгельса. Это очень хорошо, но работы надо продолжить. Сейчас участок, который находится ближе к насосной станции очистки на улице Шоссейной, также на повреждения, можно проехать, посмотреть. Соответственно, мы заявляемся в крае на участие, а также на условиях софинансирования, дальше продолжить эти работы. Ну и по Первомайке вопрос поднимался, мы людям обещали. В этом году этот объект в программу включают, соответственно, чтобы мы могли в этой программе участвовать и иметь деньги на софинансирование. Но вот эти вопросы также сегодня вошли в изменения по бюджету. Депутаты проголосовали за изменения в бюджете. Теперь остается надеяться, что наш город будет включен в программы. Влада Волошина, Евгений Халманских, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».